На этом уроке мы придадим фотографии вид ее конкурента, живописного полотна, в нашем случае акварели. Для достижения максимального эффекта желательно использовать фотографии с размытым фоном и крупными объектами переднего плана, имеющими четкие ярко выраженные контуры, потому что объекты фона добавляют в рисунок очень много шума, в котором тонут объекты переднего плана. Перед тем, как использовать эту фотографию, я специально дополнительно размыл фон фильтром «Сильное размытие». Сделаем копию слоя с изображения путем перетаскивания на иконку «Создать новый слой». Нажимаем «Ctrl-Shift-U» для обесцвечивания изображения. Теперь применяем на этом слое фильтр «Стилизация» «Светящиеся грани». Со значениями «Ширина» 1, «Яркость» 11, «Гладкость» 5. В каких-то случаях эти параметры есть смысл поменять. Важно сохранить детализацию на рисунке. Вызываем панель уровней. И регулируем уровни так, чтобы высветить максимум значимых штрихов изображения. Примерно так. Инвертируем изображение на текущем слое. Применяем фильтр из серии артистических очертания со значениями 7, 3 и 3. Картинка выглядит при этом вот так. При этой операции важно не потерять детали изображения. Отрегулируем еще раз уровни. Примерно таким образом. Левый ползунок подвинем в район где-нибудь 85-86. То есть затемним все темно-серые линии до полностью черного цвета. А затем высветлим все изображение путем установки левого значения выходных уровней порядка 50. Значений входных уровней необходимо подбирать под каждое конкретное изображение. Значения выходных можно всегда оставлять близким к 50. Сделаем копию текущего слоя. К новому слою применяем фильтр размытия каосовое размытие со значением 5 пикселей. В палитре слои зададим этому слою тип смешения экран и прозрачность 50%. 50%. Сделаем обтравочную маску. Вот уже что-то похоже на карандашный рисунок. Теперь хорошо бы добавить цвет. Переходим на второй наш карандашный уровень и задаем этому слою тип смешивания оверлей. Переключаемся в самый нижний слой. Применяем к нему фильтр шум монокль со значением 26 пикселей. Это нам позволяет имитировать акварель. Значение радиуса необходимо подбирать под каждое конкретное изображение индивидуально. Чем крупнее изображение тем больше значение радиуса. Окей. Вот собственно и все. При желании можно добавить соответствующую рамку, распечатать картину и повесить ее на стену. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...